Если я умру, ты будешь спокойна. Вы слышали? Там как будто кукла. Ты и вправду хочешь меня убить? What the fuck, банда? Похоже, с этой куклой явно что-то не так. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. И бро, бро, сразу же, просто сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решать тебе, либо подписывайся на мой канал, чтобы быть в такой крутой банде, либо быть под нами, под всей супрем-бандой. Всё в твоих руках. И так же, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании, оставлю специально для тебя. Там у меня очень крутые и страшные фотографии. А так же отвечаю своим, бро, директ. Так что пиши мне туда. И бро, давайте откинем веселье, потому что у нас очень печальная новость. В прошлом видео, который я снял неделю назад, мы все видели, что кукла плакала кровью. А на моей шее было два синяка. И третий был здесь. К счастью, через неделю уже не стало. Но не стало их не потому, что всё хорошо. А потому, что я не ночевал у себя дома. Всю эту неделю у меня здесь не было. Я пришёл сюда лишь один раз, когда мне пришёл тот адский телевизор. И сейчас я вернулся назад, но не для того, чтобы здесь пожить или ещё что-то. У меня совсем другая цель. В прошлом видео я сказал, чтобы вы писали мне комментарии, что мне стоит сделать с этой куклой, что мне вообще делать в этой ситуации. И все вы, большинство из вас, бро, написали мне, чтобы я просто сжёг эту куклу. И я с вами полностью согласен. Я это обязательно сделаю. Но для начала, разве вам не интересно, что эта кукла хочет от меня? Может быть лучше попробовать сначала выйти с ней на связь, узнать, что она хочет? Что это вообще за адское существо такое? А потом уже её щекать, уничтожать и сделать всё, знаешь, что только можно. Поэтому сегодня я решил попробовать два способа, как можно связаться с куклой. Каждый из них по-своему интересный. И первый самый простенький, второй будет тяжелее. И мы попробуем сейчас связаться с куклой. Но для начала, бро, чтобы вы понимали, кукла не здесь, нигде. Она очень хорошо закрыта. Нет, не в коробке. Сейчас вы сами всё увидите. Я её привязал к стулу, чтобы она не убежала никуда. И кажется, она двигалась походу. Окей, бро, кукла вот привязана, как видите. Кукла очень плотно привязана, её никак не одорвать. Сидела она здесь, вот в этом чулане. Ладно, давайте её вытянем, попробуем с ней пообщаться. Итак, бро, вот кукла, как видите. Она очень плотно привязана. Так просто она отсюда точно не выборится. Как бы и развязать она не получится, потому что у неё привязаны её руки. Сейчас я вам это всё покажу. Как видите, смотрите, её руки очень, очень хорошо привязаны и очень плотно. Вот одна, как видите. Не так уж и просто её будет снять. И вторая тоже привязана. Привязала её каким-то подручным методом. Это было, чтобы снимать от первого лица грани. Как бы снимка от первого лица была. Я её этой штукой привязал самодельной. Никуда она не убегает, поэтому она сидит здесь. Несмотря на то, что она привязана, она всё же делает очень большую опасность. Кто знает, она может даже телепортироваться. Но я не знаю, почему она всё ещё телепортировалась. Сейчас нужно с ней как-то поговорить, связаться. Я без понятия, у нас это получится. Но давайте попробуем. Окей, бро, и первый способ, о котором я подумал, это обычный диктофон на телефоне. Мы не можем услышать, что говорит кукла, поэтому мы будем использовать такие вот подручные средства. Может быть, через диктофон мы как-то услышим, как этот дух будет говорить, который в этой кукле. Хотя, если присмотреться, всё ещё видно, как у неё красные отёки от слёз тех, которые у неё были. Окей, давайте-ка попробуем что-то у неё спросить через диктофон. Ты дух или демон? Окей, теперь давайте попробуем послушать. Может быть, если что-то есть, услышим. Ты дух или демон? Ничего не слышно, давайте попробуем, наверное, ещё раз что-то о неё спросить. Ты и вправду хочешь меня убить? Ты и вправду хочешь меня убить? Ладно, опять ничего не слышно. Давайте попробуем ещё раз. Третий, последний раз, заключительный с этим методом, как-то у неё что-то спросить. Третий, последний раз. Если... Если я умру, ты будешь спокойна. Если... Если я умру, ты будешь спокойна. Вы слышали? Там как будто помехи изменились. Шум, шум на фоне как будто изменился. Нет, вот серьёзно. Слушайте. Если я умру, ты будешь спокойна. Третий, последний раз. Слышите, как будто... Как будто добавилось вот обычный шум. И как будто добавилось какое-то звучание. Как будто... Какой-то сигнал пи. Но если вы это слушаете, то уже его не особо слышно. Наверное, просто показалось. Ладно, окей, этот способ был не рабочий. Но у нас остался ещё один способ. Который мы сейчас попробуем воспользоваться. Окей, бро, второй способ, о котором я вам говорил, это был радиоприёмник. С помощью него мы можем связаться с духами, поговорить или ещё что-то. Там вся суть в тех шумах, радиоволнах. Но что отвечает, очень трудно понять. Но всё же, я надеюсь, мы сможем что-то понять. Поэтому давайте попробуем сегодня с помощью этого пообщаться с куклой. Хотя мне кажется, что кукла это далеко не какой-то призрак. Это какой-то демон. И вряд ли у нас получится пообщаться с ним через радиоприёмник. Но всё же давайте попробуем. Ведь надежда умирает последней. Антенну наведём прямо на неё. Может быть, это что-то даст, что-то подействует. Окей, давайте-ка её включим. Кукла, ты вправду хочешь меня убить? Очень трудно разобрать. Вроде бы ничего не было. Ладно, ладно, окей, давайте попробуем ещё раз. Кукла, ты реально хочешь меня убить? Нет, ничего не слышно. Я же говорил, что этот способ скорее всего для... Только для призраков. Ну ладно, давайте попробуем ещё раз. Третий раз. Кукла, тебе станет легче, если я умру. Вы слышали это? Представляете, мне что, послышалось? Или там реально были какие-то сбои? Кукла, ты вправду хочешь меня убить? Ва-да-фак, бро! Какого чёрта что происходит? Кукла, ты вправду хочешь меня убить? Ва-да-фак! У меня тупо шок, бро! Ва-да-фак! Кукла, ты вправду хочешь меня убить? Да блин, что же с тобой не так? Ва-да-фак, банда! Похоже, с этой куклой явно что-то не так! Так, прямое доказательство этого был этот радиоприёмник, который издавал разную чистоту волн! Бро, это не мог бы просто быть какой-то сбой или ещё что-то! Это явно что-то не так с этой куклой! Потому что если бы был сбой, то он был бы постоянно, а не только в тот момент, когда я спрашиваю, тебе станет легче, когда я умру! С этой куклой что-то не так! Похоже, у меня сзади, за спиной, реальный, мать его, демон! Блин, почему же не послушал, сразу её не сжёг! Нужен мне был этот разговор, просто бы её сжёг и всё! Не факт того, что если я её сожгу, то демон не вернётся! Потому что, возможно, он просто взял эту куклу как за облик для себя! Мы не знаем этого! Может быть, это реально просто кукла какая-то не такая демоническая! Но если вы что-то знаете, то обязательно напишите об этом в комментариях! Под прошлым видео мы набрали очень много комментариев, и было больше тысячи! Поэтому, бро, напиши в комментариях, как ты думаешь, что мне сделать на этот раз? Сжечь её просто может быть не вариант, но на крайняк мы эту по-любому попробуем сделать! На этом всё, бро! С тобой был Сергей Орнест! И, бро, поставь лайк! Ведь тебе-то всего-то каких-то 2 секунды! Ты бы уже поставил, если честно! Ведь тебе-то всего-то каких-то 2 секунды, а мне очень приятно! И очень мотивирует возвращаться к этой кукле! Поэтому, бро, если мы на этом видео наберём хотя бы 2 или 3 тысячи лайков, то я вернусь снова к этой кукле! И что-то мы с ней сделаем! Что вы напишите в комментариях, потому что я реально без понятия, что с ней делать! Это реальный, мать его, демон! И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду! Ведь предыдуемая супрем-банда будет над всеми! Кто не с нами, бро, тот под нами! И вы это знаете! Поэтому, бро, если ты всё ещё не подписан, то подписывайся! Потому что как-то не в кайф быть под нами, под всей супрем-бандой! А наша банда растёт с каждым днём! А там, глядя, мы скоро будем уже над всеми! И, бро, подписывайся на мой инстаграм! Ссылка в описании осталась специально для тебя! Там выходят очень крутые и очень страшные фотографии! Поэтому, бро, если не боишься, то переходи по ссылке в описании и подписывайся на мой инстаграм! Или же пиши мне в директ! И я отвечу именно тебе! Да, бро, из тысячи человек я отвечу именно тебе! Я уже многим своим бро ответил! Эй, бро! Вот комменты из-под прошлого видео! Господи, ты заглядишь, какие они идеальные! Блин, если бы я мог, я бы даже искупался в этих комнатах! Потому что они такие шикарные! Эй, бро, не расстраивайся! Ты тоже можешь попасть в следующее видео! Всего то, что тебе стоит, это нажать на лайк, колокольчик! А затем написать свой комментарий! И если под твоим комментами не будет никаких комментов, так ты попадай в следующее видео! Я бы лучше написал несколько комментариев! Наверняк! Я-то знаю! Ты, наверное, спрощишь, зачем мне нажать лайк, колокольчик, если он всё равно не узнает? Я узнаю! У меня есть специальная программа, которую мне подсказали блогеры! Осталось всё-таки уже шикарным! Пока!